Что такое лекарство? Что такое стволовые клетки и зачем их отправляют в космос? Начнем с вопроса. Кто из вас мечтал в детстве стать космонавтом? Все. Очень интересно. Не буду спрашивать, что вас побудило. Может быть потом вы мне ответите на этот вопрос. Следующий вопрос. А для чего вообще нам нужен космос? Как вы думаете? Что-то мы исследуем там. Раньше это была политика, конкуренция США, СССР. Сейчас что, фильмы можно снимать, наверное, о космосе? Но в последнее время, мне кажется, больше всего говорят о былонемаске, о том, что он собирается колонизировать Марс. Возникает вопрос. А люди же до этого не путешествовали на Марс? Что с ними будет? Сколько вообще до Марса лететь? Год? Два? Три? Ну, в зависимости от корабля. Ну, явно не неделю. И что будет происходить с человеком, никто не знает. Но кое-кто может догадываться об этом. Это определенная наука. И как вы догадываетесь, это медицина. Медицина может ответить на вопрос, что происходит с человеком в космосе, особенно в течение длительного полета. Согласно последним исследованиям, ученые США выяснили, что люди, которые пробыли больше, чем год на орбите, их костная система даже после прилета в течение года не возвращается в исходное состояние. И вполне возможно, она не вернется в исходное состояние никогда. Ну, было бы грустно, наверное, спрыгнуть с корабля, когда-то три года летел, и сломать ногу. А врачей-то и нет. И поэтому, как мы можем спасти космонавтов? Поэтому здесь выступаю я и рассказываю вам о том, что мы придумали. В Севченомском университете, в сотрудничестве с НПП Биотексис, РКК Энергия, мы создали проект МСК-2, в котором нам помогает биореактор. Биореактор – это, по сути, система из ячеек и гидросистемы с моторчиками, с фильтрами, в которую мы заправляем клетки реальных пациентов, доноров клеток, костного мозга, жира, десны. И мы их выращиваем внутри культиватора. И культиватор нам помогает сделать как бы ткань вне организма человека. При этом эта ткань будет абсолютно функциональной. Мы ее можем изучать, смотреть, что в ней происходит. Ну и самое главное – отправлять ее в космос. В космосе особо не поисследуешь, что протекает с организмом человека. Ну, во-первых, доступ есть у ограниченного количества людей в космос. Во-вторых, есть этические проблемы – дорого, долго и так далее. Но вот с каждым полетом на МКС мы можем отправлять наш биореактор с клетками людей, которые имитируют как бы организм. И это выходит намного безопаснее, дешевле. Таким образом биореактор нам помогает избежать клинических испытаний. По сути, вот вы видите, прототип – это такая кассета, на которой есть ячейки, и в каждой ячейке может быть свой орган. То есть мы можем брать не только там жир, хрящ, но мы можем брать кусочек сердца, кусочек легкого, и по сути сделать целого человека на чипе, которого мы запустим в космос. И на нем уже изучать различные процессы, тестировать различные лекарства, которые предотвращают развитие каких-то патологических процессов. Или наоборот… Ну, в общем, цели бывают разные. Фундаментальные и прикладные. Как происходил вообще этот проект у нас? Он вообще разрабатывался с 2008 года Сельсинским университетом. Но реально мы стали запускать биореактор в космос с 2019 года. Сначала это был просто биореактор без клеток. Мы смотрели вообще, что с ним происходит, способен ли он функционировать. И вот в 2021 году мы запустили стромальные столовые клетки человека, донора костного мозга. И вначале, на самом деле, клетки, которые прилетели, они были не совсем жизнеспособны. Что-то им не понравилось в космосе. Мы, в принципе, догадывались. Потому что в космосе, как вы понимаете, нужно взлететь, нужно попробовать выжить. Микрогравитация — это основной фактор, который вообще влияет на космонавтов. Все процессы в организме изменяются. Природа нас не предусматривала, наверное, для того, чтобы мы длительно находились в космосе. И поэтому клетки себя чувствуют не очень комфортно. Они не знают, где вверх, где низ. Обычно они ориентируются на Земле по гравитации. И вот когда они прилетают из космоса, еще и в стрессе, вот они прилетают такими единичными штучками. Нам, конечно, это не понравилось. Мы хотели, чтобы у нас выросло сразу много клеток. Мы сразу всех поисследовали, открыли новые механизмы. Получили Нобелевскую премию. Но нет, не случилось. Мы сделали определенные выводы, чуть доработали биореактор, поменяли различные среды. И вот уже на следующий полет, тоже в 2021 году, мы вырастили целый монослой из клеток. Полосочки, шарики, и так далее. Это клетки. Клетки реального пациента, которые перенесли космический полет, выросли. И дальше мы их исследовали. Что в них протекало, морфологические изменения, молекулярные пути и так далее. Вот вы видите красивые картинки. Естественно, мы это сделали не просто в микроскоп, мы это исследовали самыми передовыми технологиями. Микро-КТ. Это вот губка, в которой мы заселяли клетки. Потому что клетки должны в чем-то существовать. Это губка. Дальше мы исследовали это при помощи конфокальной микроскопии. Зелененькие – это живые клетки. Им посчастливилось выжить. Красненькие – это мертвые клетки. К сожалению, они умерли. Так тоже бывает. Что сейчас происходит с проектом? Сейчас мы дорабатываем модель костной ткани. То есть изначально мы запускали просто клетки, смотрели, как они реагируют на внеклеточный матрикс. Сейчас мы сконцентрировались над созданием костной ткани, которая в первую очередь страдает у космонавтов. Мы берем столовые клетки, сажаем их на коллагеновую губку. Коллаген – это то, из чего мы все с вами состоим. И при помощи различных ростовых факторов и других факторов мы делаем так, чтобы клетки превращались в кость. И эту кость мы запихиваем в биореактор, отправляем в космос, и она у нас там две недели кружится. Пока что две недели, потом будет больше. Потом она прилетает, и вот в ближайшие полеты мы уже будем смотреть конкретные механизмы, что с этой костной тканью стало, как она себя чувствовала. Надеемся, что откроем какие-то неизвестные ранее нам, может быть и миру, молекулярные пути превращения этой костной ткани. И самое главное, для чего мы вообще это все делаем, как вы догадываетесь, это испытания различных препаратов, которые смогут предотвратить те самые патологические изменения и помочь космонавтам. Уж если не до конца стать здоровыми после того, как они прилетели, то хотя бы минимизировать тот негативный эффект микрогравитации. Как может нам помочь проектом СК-2 не только в космосе, на Земле? Как говорится, с кем бы ты ни летал, не забывай, с кем ты ползал. Как-то так. Вот это я. Я сломал руку два года назад. Видите, у меня винтообразный перелом был, мне ставили даже пластину. И в тот момент, когда я лежал в больнице, я думал, что бы такого выпить, чтобы побыстрее восстановиться, потому что я занимался танцами, меня ждала партнерша, говорила, давай уже быстрее восстанавливайся, а у меня пластина в руке стоит, и так быстро не лечится. Это все. И вот наш проект как раз-таки в перспективе очень сильно мог бы мне помочь. Ну где-то там через пару лет, может быть десятков лет, если бы мы открыли какое-то чудесное вещество, которое отлично помогает космонавтам, ну и мне бы заодно помогло. Почему для того, чтобы мы проводили эксперименты в космосе, нам нужно их делать именно в космосе? Почему мы на Земле этого не можем сделать? Первое, как я уже сказал, в космосе другие условия среды, там микрогравитация, и клетки, которые туда летят, они уже попадают в патологические условия, то есть в условия развития какого-то заболевания. И зачастую мы на Земле такое заболевание воспроизвести не можем. Ну не получается из-за гравитации, которая здесь есть, воспроизвести те условия. И космос нам вот как такая база космическая позволяет эти условия воспроизвести. Во-вторых, согласно последним исследованиям, процессы в космосе, в клетках текут быстрее. То есть те эксперименты, которые на Земле бы длились месяцы, они могут быть выполнены в космосе гораздо быстрее. И таким образом ускоряется тот самый поиск лекарств, на который мы все нацелены, что является, собственно, нашей целью. Поэтому, как видите, эксперименты в космосе — это довольно увлекательная задача. И примерно так выглядит наше лицо, когда что-то у нас получилось. Мы так же, как дети, радуемся. Перейдем к реальной проблеме земной. Вот я говорил, что да, там перелом. Но на самом деле проблема переломов, она вторичная. Первичное заболевание, на которое мы нацелены, которое мы хотим вылечить, — это остеопороз. Поскольку при остеопорозе, вот видите, слева здоровая кость, справа уж такая более рыхлая. И это абсолютно реальные заболевания, которыми страдает большинство взрослого населения нашей планеты. Остеопороз, остеохондроз, остеоартрит. Можем еще и присоединить костную ткань, и хрящевую ткань в дальнейшем. И поэтому земная медицина нам будет тоже очень благодарна за ту работу, которую мы делаем, за те лекарства, которые мы ищем. Поэтому наш проект как бы двойного назначения. Первая — это какая-то такая далекая футуристическая цель лечения космонавтов, которые высадятся на Марсе. А вторая цель, она прям вот реальна, и есть публика, которая ждет наших открытий. В этом, наверное, важность нашего эксперимента, и мы горды тем, чем мы занимаемся. В заключение, вот я нарисовал счастливого мальчика. Почему я жду дату 30 сентября, как вы думаете? Запуск в космос или возвращение с космоса нашего эксперимента. Правильно. 30-го числа возвращается очередной, из очередного полета наш биореактор МСК-2, в котором мы тот самый прототип кости, даже можно сказать предпрототип, но почти прилетит. И мы надеемся, что в этот раз у нас так же все хорошо вырастет. Мы откроем реактор, увидим, что все прекрасно, поисследуем. Но, к сожалению, не всегда все так радужно. На самом деле мы занимаемся фундаментальной наукой, у вас, наверное, сложилось впечатление, что каждый раз все прилетает, у нас все круто, мы сразу открываем новые механизмы, пишем крутую статью, все нам аплодируют, и все. И мы купаемся в лучах славы. Нет. Этим и сложна, наверное, и увлекательна, и рискованна фундаментальная наука. С одной стороны, ты, запуская в космос этот реактор, вообще не можешь прогадать, что с ним там произойдет, потому что ты каждый раз делаешь эксперимент. Ты можешь догадываться. С другой стороны, когда он прилетит, ты можешь огорчиться, потому что твоя гипотеза не сработала, и это нормально. Не все в жизни получается с первого раза. И, наверное, я хотел бы подытожить, что наука, особенно фундаментальная, это всегда риск. Ты можешь как огорчиться, так и обрадоваться, когда твоя гипотеза сработала. И мы, как дети, всегда радуемся, когда мы хоть чуть-чуть приоткрыли тайны этой вселенной, когда получили положительный результат нашего эксперимента в космосе. Спасибо за внимание. Есть ли у вас вопросы? Здравствуйте, меня зовут Леся, и такой вопрос. Если спустя 12 лет вы запустили только клетки, когда же мы увидим чип человека в космосе? Спасибо большое за вопрос. Действительно, 12 лет мы не просто сидели, пытались выращивать эти клетки. 12 лет мы разрабатывали тот самый реактор, потому что инженерные решения, они действительно довольно сложны. И как бы ни казалось просто, снаружи биореактор – это какая-то коробка, в которую там что-то засунули. Нет, на самом деле это очень большой путь проведения инженерных, биологических исследований. У тебя что-то не получается, ты дорабатываешь, это требует больших ресурсов, усилий. И все это действительно кажется очень просто, но на деле даже минимальная доработка у вас может занять полгода или год. Поэтому вот, да, 12 лет мы, естественно, тестировали это все в лаборатории, отвозили, я вам скажу, что это не первое, потому что называется МСК-2. Была еще и первая итерация, да, которая, собственно, вот привела ко второй итерации. Мы сейчас разрабатываем третью итерацию. Не уверен, что через 12 лет она получится, я очень хочу, чтобы она получилась раньше, но, да, этот процесс действительно долгий. Здравствуйте, меня зовут Варвара, и мой вопрос такой. Вы проводите такое количество исследований, используете такое новейшее оборудование, и просто перед исследованиями проводите исследование, и после исследования проводите исследование. При этом вы говорите, что что-то может пойти не так. Как? Спасибо за вопрос. Действительно, у нас, кстати, нет права на ошибку перед подготовкой экспериментов, потому что нам его привозят, биореактор нам привозят специально из, в общем, от нашего партнера, НПП Биотексис. У нас есть всего месяц-полтора, в зависимости от того, как привезли, может быть, два, для того, чтобы все это подготовить, потому что простерилизовать, вырастить клетки и так далее. Если вы на каком-то... А это все такой многостадийный процесс. Если вы ошиблись на каком-то этапе, то вам приходится возвращаться сначала, а времени дополнительного нет. Ну, космонавт не будет ждать, пока вы там что-то сделаете. Поэтому, с одной стороны, да, исследование, 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 с другой стороны, на самом-то деле, у нас нет права на ошибку перед каждым полетом. После мы можем исследовать, но право на ошибку, как говорится, его не должно быть, нужно минимизировать эти риски. Но вот во всех этих исследованиях, исследованиях, исследованиях всегда очень трудно найти реально что-то стоящее, и это нормально, потому что это наука, ты не можешь предугадать. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ишанова София, и у меня тоже есть вопрос. Вот вы нам рассказали сегодня про МСК-2, и даже рассказали про планы, про создание МСК-3. Но что же случилось с МСК-1? МСК-1 изжил себя хронологически. Это была простая относительно модель биореактора. Там были просто пробирки, шестеренка, там не было автоматики, не было микросхем, всего того, что вы видели сегодня на схеме. Он просто вот как начальная ступенька для начала большого пути послужил нам верой и правдой. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юлия Голдовская. Скажите, что стимулирует вас заниматься наукой? Хороший вопрос. Он относится, конечно же, к проекту в частности. Наверное, это тяга к знаниям, тяга к чему-то новому, потому что это где-то внутри каждого человека зашито. Кто-то хочет что-то узнавать новое. Но я думаю, что каждый человек в этой жизни хочет чего-то нового узнавать. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я каждое утро встаю, и у меня нет такого, что я не хочу идти на работу, еще нигде такого не было. Каждый раз меня вот что-то влечет туда, желание что-то открыть, посмотреть, дождаться, когда наступит 30 сентября, наконец, и прилетит реактор из космоса, и мы сможем посмотреть, что же произошло с клетками. Это крайне интересно. Ну и второе, это более глобальная цель, конечно, это желание помочь людям, потому что когда ты чувствуешь на себе груз ответственности, и ожидание людей, того, что ты им поможешь, и Сеченовский университет, это же не просто какие-то лаборатории, это в первую очередь клиника, медицина, ты видишь реально пациентов. Я с лечебного факультета, я общался с пациентами во время своего обучения, правда, потом в науку ушел, но тем не менее, я видел клинику, видел реальные потребности людей в лечении заболеваний, и вот когда ты все это видишь, погружаешься в это, ты чувствуешь эту миссию по улучшению качества жизни людей, по продлению жизни людей. Наверное, это меня и мотивирует. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Арас Юлия. Расскажите, пожалуйста, в чем клетка покоряет космос? Вот космонавты в космических кораблях, например, а клетка в чем? Спасибо. Клетку мы помещаем в специальный матрикс внеклеточный, сделанный из коллагена, это не чуждая ей среда, клетка в нашем организме, она окружена внеклеточным матриксом, который в основном состоит из коллагена, структурного белка. Вот мы заставляем чувствовать ее комфортно, себя, поэтому мы получаем этот матрикс из животных, очищаем от всего ненужного, чтобы клетке это не мешало, берем чистый коллаген, помещаем клетку в коллаген, воздействуем на нее ростовыми факторами и помещаем вот в специальные ячейки гидросистемы, где поддерживается температура определенная, PH и так далее, многие параметры, тем самым имитируя нативные, природные свойства тканей и микроокружения для ткани, поэтому клетка, когда летит, у нее вот скафандр, грубо говоря, это сам реактор. Здравствуйте, меня зовут Худовер Диан Мане, и я хотела бы у вас спросить, будете ли вы держать нас в курсе событий, и где можно будет узнать результаты вашего исследования? Большое спасибо. В первую очередь мы открыты для сотрудничества со студентами, мы привлекаем активно студентов в наши проекты, поэтому если кто-то есть студентов-медиков или планирует стать, можете набрать в интернете ВКонтакте «Сеченовский биомедицинский клуб», «Сеченовский биомедицинский клуб», повторяю два раза, и там вы увидите список проектов, которые мы регулярно публикуем, в которых нам хотелось бы видеть студентов, так вы можете к нам присоединиться, в том числе мы планируем сейчас писать и новости о тех проектах, собственно, сами студенты будут писать о тех проектах, в которых они задействованы, ну и плюс вы можете всегда зайти в Google, написать «МСК-2», найдете какую-то информацию, к нам регулярно приходят журналисты, берут у нас уже, я не знаю, в который раз интервью в этом году, под конец года это уже немного тяжеловато, но тем не менее, как-то вот журналисты эту тему всегда поддерживают, берут у нас интервью, мы им регулярно рассказываем, что же у нас произошло нового. Здравствуйте, меня зовут Любовь, и у меня вопрос. А как долго реакторы пробыли в космосе? Вот сколько длится эксперимент? На самом деле эксперимент каждый раз длится по-разному, но в среднем это две недели, то есть реактор пребывает две недели, у нас запускается там полет МКС-1, меняется экипаж, и вот с старым экипажем условно наш реактор возвращается обратно. Вот этот вот гэп составляет там неделя, может быть, две недели. Также в следующих полетах у нас предусмотрено то, что он не вернется с экипажем, который вот старый отбывает, с МКС, и он будет вертеться на орбите там 30 дней, 90 дней, ну пока... Для этого мы доставляем вместе с реактором дополнительные емкости с питательной средой, которые космонавты, это, кстати, важная часть, хорошо, что вы задали этот вопрос, космонавты регулярно проходят тренировку по открытию этого реактора в космосе, в специальном ламинарном боксе, чтобы менять эти емкости. Это выглядит все очень-очень эпично, если видели. Вот «Мальчик в шаре» такой был из 90-х фильмов, где у него был плохой иммунитет. Вот примерно такая же ситуация, там вот такие руки, они засовывают туда в этот бокс руки в неудобных абсолютно перчатках и пытаются произвести манипуляции вот с такими маленькими деталями, поэтому космонавты... Ну, я икаю, конечно, иногда, но надеюсь, что это не космонавты меня вспоминают. Но в целом, да, он может крутиться довольно долго, пока вот не закончатся питательные вещества в емкостях, которые мы отправляем с реактором. КОНЕЦ